О Генри, кактус Вернувшись в свою холостяцкую квартиру И застыв у стола На этом столе в высокой красной вазе Красовались какие-то странные зеленые цветы Представлявшие собой разновидность кактуса И снабженные длинными перистыми листьями Плавно и мягко колыхавшимися При малейшем дуновении ветра Приятель Трисдаля, брат невесты Сидел в стороне и был искренне огорчен тем Что ему приходится пить одному Молодые люди были во фраках Их белые лица, словно тусклые звезды Светились в густых сумерках, обволакивавших комнату В то время как Трисдаля расстегивал свои перчатки В его памяти проносились быстрые И мучительно острые воспоминания О последних пережитых часах Ему казалось, что в его ноздрях Все еще держится аромат цветов Которые огромными букетами окружили всю церковь И что в его ушах все еще стоит Мягко заглушенный шум тысячи голосов Шелест нежно шуршащих платьев И протяжный медлительный голос священника Навеки и нераздельно соединяющий Новобрачных При этом последней и безнадежной мысли Память Трисдаля затуманилась настолько Что он никак не мог найти ответ на вопрос Как и почему он потерял Элис Глубоко потрясенный этим непреложным фактом Он вдруг очутился лицом к лицу С чем-то, что никогда до сих пор Не представлялось так ясно его мысленному взору А именно со своим внутренним Неприкрашенным голым я Он увидел те отрепья В которые рядились его напыщенность и эгоизм И которые могли дать иному человеку Полное право усомниться В доброкачественности его ума Он содрогнулся Подумав о том, что посторонние люди Гораздо раньше его самого Увидели всю жалкую нищенскую оболочку его души Надменность и самоуверенность Вот какие эмблемы скрестились на его щите И насколько же всего этого Была лишена Элис Но почему все-таки? Когда два-три часа назад Элис медленно повернула за угол предела И направилась к алтарю Он почувствовал низменную, болезненную радость Которая помогла ему на время овладеть собой Он сказал себе, что ее мертвенная бледность Объясняется только тем, что она сейчас думает о другом человеке Не имеющим ничего общего с женихом С которым духовная власть связывает ее до гроба Но тотчас же он лишился и этого последнего жалкого утешения Потому что в тот момент, когда она устремила Быстрый лучистый взгляд на человека, который протянул ей руку Трисдаль понял, что он забыт навсегда Было время, когда Элис точно так же смотрела на него самого И он по опыту знал, что таится в этом взгляде Вот каким образом рушилась последняя опора Его самоуверенность была разорвана в клочья И теперь у него уже не оставалось никаких сомнений Относительно истинного положения вещей Но почему все кончилось подобным образом? Ведь они не поссорились И вообще ничего такого не произошло И в тысячный раз он принялся мысленно восстанавливать события Последних дней, которые предшествовали столь резкой перемене В отношении к нему девушки Она систематически и упорно возносила его на пьедестал А он с королевским достоинством и величием взирал на знаки ее преклонения Она курила ему такой нежный фимиам Она так прекрасно, так ласково, с такой детской непосредственностью Выражала ему свои чувства Она с таким глубоким почитанием награждала его безмерным количеством достоинств и талантов Что он привык впивать ее словесное жертвоприношение Как пустыня поглощает влагу, не сулящую ни цветов, ни плодов Когда Трездаль с угрюмым видом сорвал с руки вторую перчатку Запоздалые угрызения совести заговорили в нем сильнее прежнего Никогда раньше он не страдал так от сознания собственного преступного эгоизма и фатовской самонадеянности По ассоциации он вспомнил тот вечер, когда он предложил Элис подняться к нему на пьедестал И разделить его величие Было слишком мучительно вспоминать все детали И вот почему он не разрешал своей памяти восстановить ту пленительную внешнюю оболочку В которой девушка предстала тогда пред ним Во время разговора Элис сказала ему Капитан Карусерс сообщил мне, что вы говорите по-испански, как настоящий испанец Почему же вы до сих пор скрывали от меня эти познания? Я вообще начинаю думать, что на свете нет ничего такого, чего бы вы не знали Карусерс оказался идиотом, вот и все Конечно, он, Трездаль, виноват в том, что, находясь в клубе, любит сыпать старинными приторными кастильскими поговорками, которые он выуживает из словаря Карусерс, один из его самых невоздержанных поклонников, пользовался всяким удобным и неудобным случаем Для того, чтобы прославить его сомнительную эрудицию И вот где таилась основная причина всего этого сомнительного недоразумения Но, увы, фимиам этого восхищения был так сладок и упоителен, что у Трездаля просто не хватило сил отрицать свои лингвистические таланты Не протестуя, он разрешил Элис украсить его чело незаконными лаврами выдающегося знатока испанского языка В первые минуты горделивого возбуждения он не почувствовал уколов предательских шипов, которые дали себя знать лишь впоследствии В тот незабвенный вечер она была так взволнована и застенчива Она забилась, как пленная птичка, когда он сложил к ее ногам свою великую мощь И он готов был поклясться в ту минуту, да и теперь тоже, что прочел в ее глазах несомненное согласие Но слишком робкая и скромная, она не дала ему прямого ответа на месте «Я завтра пошлю вам свой ответ», — сказала она И великодушный, уверенный победитель, он с милостивой улыбкой дозволил ей эту отсрочку Весь следующий день он не выходил из дому с нетерпением, дожидаясь ее письма Днем Элис послала ему этот странный кактус, к которому не было приложено ни малейшей записочки Только ярлычок, на котором значилось варварское или ботаническое название цветка Трездаль прождал до самого вечера, но ее ответ так и не пришел Необузданная гордыня и оскорбленное самолюбие не разрешали ему отправиться к девушке и потребовать у нее объяснения Через два дня вечером они встретились у знакомых за обедом Их приветствия носили чисто официальный характер Но Элис устремила на Трездаля удивленный, взволнованный и вопрошающий взгляд Он же был очень вежлив, но тверд и холоден, как алмаз и высокомерно ждал ее объяснения Тогда Элис, чисто женской быстротой, изменилась в лице и обращении и превратилась в снег и лед Вот каким образом случилось, что они навсегда отошли друг от друга Кого винить в этом? Кого порицать? Свалившись теперь со своего пьедестала, Трездаль мучительно искал ответа среди осколков своей гордыни Голос другого человека, находившегося в той же комнате, ворвался в поток его мыслей и привел его в себя «Черт возьми, Трездаль!» — воскликнул брат Элис «Объясни же ты мне ради бога, что такое происходит с тобой Ты выглядишь таким жалким и несчастным, словно ты сам женился, а не присутствовал на этом торжестве в качестве самого обыкновенного гостя Взгляни на меня, на другого участника этого преступления Я проделал целых две тысячи миль на грязном, отвратительном банановом судне и приехал из Южной Америки только для того, чтобы потворствовать бабьему капризу Ты посмотри, с какой легкостью я несу эту тяжелую вину на моих плечах Из родных у меня до сих пор была только одна сестричка, и выходит теперь, что я и ее лишаюсь Ничего не поделаешь, старина, приди в себя и выпей чего-нибудь для облегчения совести Да, это верно, надо бы выпить чего-нибудь, — ответил Трездаль Между нами, будь сказано, твой бренди отвратителен, — заметил его приятель, привстав с места и подойдя поближе Вот поезжай к нам в Пунту Редонду и отведай наш бренди, который готовит старый Гарсия Уверяю тебя, не пожалеешь о том, что так далеко и долго ехал Постой, постой, брат, я вижу у тебя моего старого знакомого Скажи, пожалуйста, каким образом попал к тебе этот кактус? Подарок от приятеля, — уклончиво ответил Трездаль Ты знаешь эту породу? Ну вот еще, отлично знаю, это тропическое растение, которое у нас в Пунте ты можешь встретить на каждом шагу Вот и название его на ярлыке Ты знаешь испанский язык, Трездаль? Нет, — ответил Трездаль с горькой улыбкой А разве тут по-испански написано? Конечно, мои земляки держатся старинного поверия, что листья кактуса передают тем, кому они посланы, любовный привет Вот почему южные американцы называют эту разновидность кактуса «Вентомарме» Что означает по-испански «Приди и возьми меня» О Генри Кактус Рассказ читал Владимир Антоник Рассказ читал Владимир Антоник